Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. Сегодня у нас медицинская тема, поэтому в студии Тамара Борисовна Добровольская, заведующий генологическим отделением Люберецкого родильного дома, врач высшей категории, кандидат медицинских наук. Будем мы говорить о полипах, потому что такое вот слово слышали многие, оно как бы с одной стороны знакомо, с другой стороны незнакомо, но некую тревогу у людей вызывает. Но прежде чем мы начнем... Здравствуйте! Добрый день! Прежде чем мы начнем говорить о полипах, какие новости из родильного дома? Как у вас там дела? Ну, мальчики, девочки рождаются. Это я понимаю. Счастливы мы, когда их рождается больше. Ну, вот по статистике, так, какой самый удачливый день с точки зрения рождения? Есть такие дни? Или как-то оно распределено? Ну, угадать очень сложно, потому что все зависит от звезд. Ага, как звезды, сказали. Как звезды. Становят. Но режим круглосуточный. Триста процентов. Конечно. Все приезжают, всех принимают, у всех принимают роды и радуется персонал. Не меньше, чем родители появлению новых детей. Ну, потому что такой процесс, как бы, да, помогать. Ну, и по статистике я не по цифрам имею в виду, по ощущениям сейчас больше или как всегда? Или как? Ну, я думаю, что сейчас немножечко поменьше родов, но все делается для того, чтобы их было побольше. Вот. Вот так и должен говорить кандидат медицинских наук. Ну, говорит, мы будем сегодня на серьезную тему. Давайте мы сначала обозначим, потому что полипы, естественно, это будет связано больше с гинекологическим. Вот у нас вторая часть будет этому больше всего посвящена. Я вот говорил, Тамарий Борисович, я уже тоже, как бы, давно живу, и сегодня, в общем-то, и молодые люди знают, да, что у нас есть там на теле, ну, на внешнем, да, и бородавки, и всякие папилломы, то есть огромное количество всевозможных непонятных вещей, связанных с кожей, ну, непонятных, я имею в виду, для неспециалиста. И так как мы живем век интернета и сплошной такой рекламы, везде пугают, что вот это надо удалить, это надо, а то у вас будет то, и так далее, и тому подобное. Есть слово полипы. Полипы – это уже такое внутреннее, так понимаю, состояние. Вот давайте мы поговорим, чем они вообще чреваты, ну, такое введение сделаем, прежде чем идем в гинекологическую сторону, и почему они у нас есть, зачем они нам? Ну, если сказать честно, нам они вообще ни к чему. Так, но они есть. Так, но жизнь такова, что они есть, и игнорировать их не стоит. Ну, что можно назвать полипом – это любое доброкачественное очаговое образование. То ли оно в виде грибочка, то ли в виде капли какой-то на широком основании, на ножичке. Ну, вот так оно возвышается над слизистой, где бы оно ни ходило. Мы всегда должны относиться к этому серьезно, если мы их обнаружили. Потому что полипы бывают доброкачественные, и если мы говорим, что есть доброкачественные, мы подразумеваем, что они могут быть и не очень доброкачественные. То есть они могут перерасти? Да, да. Они могут переходить из доброкачественных или изначально быть уже недоброкачественными, иметь атипические клетки или быть открыто злокачественными. То есть появляется то самое слово страшное для нас всех – онкология. Да, онкология. Где эти полипы вообще в человеческом организме живут, и в чём разница между женскими полипами, скажем так, и мужскими? Есть ли она принципиально? Ну, принципиально между женскими и мужскими полипами есть разница только в том, что общие полипы располагаются на всех слизистых. Где можно, да. А женские полипы, они располагаются или в цервикальном канале, или во влагалище, или в полости матки. И, в общем, только этим. То, чего нет у мужчин. Вот этот генитальный прибор, который нас отличает. Который дополнительный, скажем так. Но я так понимаю, что полипы – это же внутренняя история. Да, внутренняя. То есть все, что внутри и во рту могут быть, да, полипы? И, извините, и в анальном отверстии могут быть, то есть везде. Совершенно верно. И в кишечнике, и в желудке, и в носовых полостях, в пазухах, и везде, где есть слизистые, там могут вырастать полипы. И правильно я понимаю, что как-то у нас, ну, врачи много же занимаются профилактикой, да, мы об этом постоянно говорим. Ну, простые, скажем, простые, не с точки зрения, но обычные заболевания. Но вот как-то про полипы я нигде не видел бы плакатов, или чтобы все говорили, придите, проверьтесь на полипы. Что значит провериться на полипы? Это значит, надо, да, во все внутренние органы каким-то образом пропасть. Проникать. Проникать специальными приборами, да, которые существуют. Почему нас как-то об этом не рассказывают? Не говорится, да. Ну, смотрите, что общего для всех полипов, это то, что теория их возникновения, ну, до конца не изучена. И такой единой какой-то теории, которая давала бы нам ответы на все вопросы, и ее просто нет. Есть, конечно, люди, которые вот... Изучают. В группу риска входят по возникновению полипов. Вот, мы об этом поговорим для женщин. Прямо вот так, несколько слов. Ну, уж так, если начали, то давайте мы скажем, что те люди, которые страдают артериальным повышенным давлением, у которых есть сахарный диабет, у которых есть нарушение жирового обмена, которые длительно принимают какие-то гормональные препараты. То есть идет реакция организма. Да. У женщин это те, которые лечатся, например, таким препаратом, как тамоксифен. Для них это... Они попадают в группу риска по возникновению полипов. И эти люди должны понимать, что они должны особо обследоваться на тему... Хотя у нас в России существуют профилактические осмотры, ну, так очень модно сказать, чек-ап, который касается всех. И, конечно, желательно, чтобы все эти слизистые, которые доступны осмотру, мы показывали все, и не только женские половые органы. Да, и для этого существует и осмотр у отоларинголога носовой и ртовой полости, и голосовых связок. Гастроскопия и колоноскопия – это осмотр кишечника, который после 42 лет рекомендуется делать. Четыре раз в год, да? Да, раз в два хотя бы. Ну, желательно, хотя бы раз в два года. Ну, в общем-то, для профилактики. И, конечно, гинекологические осмотры, которые включают в себя дополнительные методы исследования и помогают нам выявлять вот эти полипы. Ну, об этом мы во второй части поговорим. И сейчас потихонечку будем к ним переходить. То есть мы можем сделать вывод, что все-таки это связано, то есть эти самые полипы приходят к тому, кто как бы их к себе зовет. То есть если более-менее вести здоровый образ жизни и, ну, опять же, насколько это возможно, не стрессовать, как у нас говорят, что от стресса все идет, да, вот, то можно, по крайней мере, избежать их. Но вот такой может быть вопрос. Есть ли у людей много, так сказать, всяких бородавок или растут папилломы, хотя это немножко другая история, но, тем не менее, может быть, это сигналом того, что у них и полипы могут быть, потому что тело готово к этому. Совершенно верно. Ну, что должно быть для человека? Ну, понятно всегда, что любая избыточная ткань на коже, на слизистых, она должна его заинтриговать, если он это сам увидел. А если он не увидел, то он должен ходить на профилактический осмотр, чтобы это увидели врачи, во всяком случае. И, конечно, нельзя оставить это без внимания, потому что, если вы говорите про кожу, опять же, сегодня известна папилломовирусная инфекция, которая участвует в возникновении бородавок и папиллом на коже, да, людей обследуют, выявляют, помогают. Если это связано с какими-то соматическими заболеваниями, которые снижают иммунитет и контроль организма за тем, чтобы правильно регенерировала кожа и слизистые, чтобы были не нарушенные процессы роста новых клеток и отмирания старых клеток, да, в этом участвует и гормональный обмен, правильно? Ну да, конечно. И вот эти нарушения, их же можно выявлять и корректировать, это уменьшит рост этого полипов и всяких. Но полип сам же не уйдёт, если вдруг его всё равно надо вырезать? Нет, даже если вы будете сильно очень просить, чтобы он ушёл, он не уйдёт. То есть он уже, если пришёл, то он будет... Да, его надо удалять, обязательно делать гистологическое исследование любой удаляемой ткани, разбираться, что это за полип. А полипы – это не инфекция? То есть это действительно вот у каждого... Вы знаете, если мы так немножечко забежим наперёд и скажем, что у нас это не инфекция, но если женщина, например, страдала хроническим воспалительным процессом, ну, к примеру, в матке или внутренних половых органов, у неё вероятность возникновения полипов повышается. Но это, опять же, идёт не потому, что это связано с какой-то конкретной инфекцией, с каким-то конкретным вирусом. Это может быть связано с нарушением иммунитета, с генетическими какими-то изменениями, и тогда у неё... Да, то есть это не сесть где-нибудь или в купе проехаться и вдруг попоедаться. Хорошо, ну давайте мы будем переходить уже к той части, которая вам близка, гинекологической. Вот. Почему это сейчас проблема? Настолько полипы могут повлиять на здоровье женщины в этом плане? Ну, во-первых, они часто встречаются. Давайте начнём... Участились или всегда часто? Нет, они часто встречаются всегда, и сейчас мы видим, что они помолодели. То есть они чаще стали встречаться у женщин в молодом возрасте. Мы будем с вами разговаривать конкретно сегодня про полипы эндометрия. Мы не сможем все полипы обхватить, я думаю, что... Да, а что это за полипы? Как вы сказали, эндометрия. Эндометрия. Что такое эндометрия? Это внутренний, самый функциональный слой в матке, который очень дифференцированно ведёт ежемесячную работу, подготавливается нашими гормонами, вот, женскими половыми, к наступлению беременности. Главная задача, да. Каждые 28-30 дней идёт такая колоссальная работа в женском организме, чтобы эндометрию подготовить к наступлению беременности. Если беременность не наступает, наступает менструация. Ну, а потом опять заново. И снова. То есть это практически завод такой бесконечный. Практически завод, практически вот такой завод по самовоспроизведению себе подобных. Вот. А раз так напряжённо работает эта система, да, и она всегда подвержена изменениям даже при малейших колебаниях внешней среды, внутренней среды, вот, при возникновении каких-то других заболеваний, да, потому что система очень напряжённо работает. Вот. Ну и на этом фоне давайте обозначим ещё раз, что же такое полип. В нашем понимании, что это полип. Это такое очаговое, доброкачественное увеличение, объёмная эндометрия, которое может быть в виде там гриба, в виде такого там капли, в виде ещё каких-то там овальных таких всяких образований, имея сосудистую ножку, и растёт в полости матки. Оно ещё и растёт. То есть оно… Да. А бывает так, например, что оно как бы вот появилось, ну, мы же не видели этот процесс, да, потом бы уже зафиксировали, и так и осталось. Либо оно всё время растёт. Нет, оно может не всё время расти, но каким-то же образом мы же сегодня видим, что у нас полипы бывают разных размеров. Они бывают от 2-3 миллиметров до приблизительно 2,5 сантиметров. Да, там, да, такие большие бывают полипы. Они бывают единичные, один. А бывают множественные, бывает их несколько. Хорошо. Вот давайте мы сейчас здесь остановимся, то есть мы, да, проиллюстрировали, насколько мы это можем сделать, ситуацию про полип, и ясно, что ему нельзя давать шансов жить, его нужно всё-таки удалить, так или иначе. Ну, обычно женщины, они же народ недоверчивые, но это отчасти правильно. Ну, мы как врачи по своим там этим… разрешаем месяц посомневаться. Ага, а потом они сами приходят. Понаблюдать. А потом они сами приходят. Убедиться, получить второе мнение, ещё что-то сделать, ещё как-то вот это… Ну, давайте во второй части и поговорим, как с ними бороться и к чему они могут привести, если мы их оставим там, где они, эти вот нехорошие полипы, растут. Сделаем небольшую паузу. Напомню, что в гостях у нас Тамара Борисовна Добровольская, заведующая гинекологическим отделением Люберецкого родильного дома. И говорим мы сегодня о полипах, ну, в плане вот женского здоровья. Напомню, что это программа «Открытый диалог». У нас в гостях Тамара Борисовна Добровольская, заведующая гинекологическим отделением Люберецкого родильного дома, врач высшей категории, кандидат медицинских наук. И в первой части мы говорили о полипах, как о таком, ну, в кавычках, да, популярном в последнее время слове. Мне кажется, что ещё лет 10 как-то оно особо так никто и папилломами не занимался. Ну, выросло и выросло. Вот бородавки, да, вот они всегда были. Ещё родинки, да, тоже такой вариант. Убирать родинку, не убирать, они же разные бывают. Где-то они подчёркивают красоту, а где-то они мешают человеку жить. Но вот полипы – это совсем иное. Как мы выяснили, это то, что происходит внутри нашего организма. Зачастую мы, люди, даже не знаем, что они растут, а потом вдруг возникают какие-то болезни. Ну, и коль мы говорим сегодня всё-таки заведующие геналкологическим отделением, то у нас сейчас идёт речь о полипах, которые встречаются в женском организме, как мы выяснили, вот в том самом главном механизме, где все мы появились, собственно говоря. Вот у них почему-то там такой, ну, площадка для их роста, как вы говорите. Мы остановились на том, что бывает один, бывает несколько. Вот. И их в сенах надо удалять. Или подождать, надо посмотреть, что происходит. Гормонального лечения для полипов эндометрия не существует, но доказано, что оно не работает. А потом, как можно лечить гормонами или чем-либо другим народными способами? Прижигать. Да, снятием с глаза, заговорами. Если мы не знаем, что мы лечим. Ну да. То есть получается логично, если рассуждать, надо этот полип удалить и отправить его куда? На исследование. На исследование гистологическое. Совершенно верно, потому что именно это гистологическое исследование является окончательным диагнозом. С чем мы имеем дело? И вот мы эти два варианта диагноза сейчас и будем рассматривать, но прежде чем мы займёмся удалением полипа конкретного, а вот вы сказали, что вы говорите женщине, естественно, и женщине, и мужчине тоже скажут, что у него где-то нашли там полипы в его внутренностях, он тоже говорит, да, вот, как вы будете мне его отрезать? Это же целая история. Там гастроскопия, например, да, это болезненная такая процедура. Но нормальный вопрос пациента к вам. Да. Почему я его должна или должен отрезать? Ну, мы ему объясняем. Вот отчасти мы уже с вами на этот вопрос ответили, потому что мы не знаем, с каким полипом мы имеем дело. И мы уже начинаем с этого и ещё раз повторим, что полипы делятся на две категории. Они бывают полипы эндометрия, и рассматриваются как доброкачественные полипы. И есть полипы эндометрия с атипией. Но мы понимаем одно, что, по крайней мере, нам кажется, хоть мы не совсем это ещё доказали, что вообще полипы вредные для нас. То есть мы их не оставляем в любом случае внутри. Ну, да. Вот, вот пока так, это чтобы понимать. Да. Вы даёте, как вы сказали, погуляла женщина, подумала и что-то почитала. Она же надеется, что само выпадет раз. Да, само. А можно так, чтобы оно как-то пройдёт? Я почитала в интернете, а я же много, сто раз говорил в наших программах, что в интернете любую болезнь, самую простую, там всё равно в конце будет написано, возможно, у вас начнётся рак. И после этого человек начинает, ну, нервничать. Вот приходят к вам, и вы проводите эту операцию. Вообще, что это за операция? Ну, называется ли это операция удаления полипа? Как это происходит? Ну, вы знаете, да, так и называется операция удаления полипа эндометрия. И сегодня она удаляется под контролем гистероскопии. Если в желудке и в кишечнике удаляют под контролем колоноскопии, гастроскопии, а у нас гистера, от слова матка. То есть специально какой-то? Мы подходим туда со специальным оборудованием, с видеокамерой, смотрим, где расположен этот полип, как он расположен, и удаляем его. Бывает обычное механическое удаление полипа специальными инструментами. И бывает с использованием различных энергий. То, что уже называется резектоскопией, если полип не удается удалить обычными способами. Но это, получается, хирургическая уже операция. Это хирургическая операция, да. Насколько сегодня, я не в плане сомнений, насколько эта операция безопасна, ну, скажем так, сложна с точки зрения хирурга и с точки зрения переносимости у клиента? Понимаете, если 20 лет назад гистероскопию можно было сделать только где-нибудь в очень таких клиниках. Как-то так, да. Знакомство? Да. То где-то тут, в Люберцах, в общем-то, можно было, наверное, и не везде. Сделали. Но мое отделение, в котором я работаю 23 года, занимается, и даже чуть-чуть побольше. Потому что оно фактически в Люберцском районе было первое открыто с эндоскопическим оборудованием, которое позволяет выполнять такие операции. И на сегодня это уже рутинная операция. У нас их проходит очень много. То есть женщинам бояться не нужно? То есть они ни первые, ни последние? Совершенно верно. Там, где делают, например, 2-3 операции в год, то это, конечно, можно сомневаться. А у нас мы делаем там где-то... А сколько идёт эта операция, если, предположим, один полип? Ну, такой, среднестатистический. Мы делаем приблизительно 10-15 минут. Под наркозом? Под наркозом, конечно. Хорошо. И вот наступает тот момент, помните, я этот вопрос сложил в сторону, когда у нас есть два варианта развития событий. Первое, что гистология нам показывает, что всё хорошо. Вы говорите, что вы молодец, теперь у вас этого полипа нет, живите спокойно. Но, наверное, раз он появился, то, возможно, он появится и в следующем. Возможно, и чаще всего рецидивирует полипы. То есть мы удаляем один, рядом может вырастить второй. Да, ну они такие, да, понятно. Ну, есть и второй вариант, наверное, печальный, возможно. Который не очень хороший. Ну, скажем так, да, не очень хороший, потому что в зависимости от того, что мы... Если гистология показывает, что она показывает, может, плохое? Ну, она может показать, что в этом полипе есть уже клетки, которые нетипичны, мы их называем атипичные. То есть они нетипичны для этого места, и их здесь быть не должно. А все атипичные клетки, мы понимаем, что они фон для онкологических заболеваний. Да? Так. А есть ответ, когда нам уже пишут, что это не просто полип, это рак эндометрия. И тогда, конечно, совершенно другая тактика введения у этих пациентов. Всё зависит от ответа, да, как это всё происходит. И на какой... Это какая-то же стадия сразу, да, определяется? Или это чуть позже? Знаете, если это всё выявляется на стадии полипа, то чаще всего мы успеваем оказывать помощь, потому что полип – это такое ещё раз объёмное, ограниченное, очаговое. То есть оно ещё не прошло вглубь. Да, совершенно верно. И если это всё на стадии полипа, то мы, конечно, успеваем оказать женщине помощь, и, как правило, чаще всего её жизни ничего не угрожает. Но надо же успеть. Надо же успеть. Да. Хорошо. Ну и сколько таких операций у вас проходит? Я не знаю, там, неделю, месяц? Ну, приблизительно в году у нас проходит где-то 670-630 операций. То есть, условно говоря, полторы-две в день, если считать, в цифрах. Да. Но это довольно большое. А есть такие люди, которые... Ну, дамы, которые говорят, нет, не надо, я буду своим полипом жить. Конечно, есть. Есть. Конечно, есть такие люди, которые... Всё же растёт, всё хорошее. Да. Когда они уже приходят с клиническими проявлениями заболевания, которые уже не столько полип, сколько его, другая болезнь, конечно, они начинают вспоминать, что где-то лет 5-6 назад... Что-то было. Да, им говорили, но они это проигнорировали, они ушли, этим не занимались, и результат вот таков. Ну, уже на этих стадиях, конечно, когда уже всё понятен диагноз, и причиной мог быть вот полип, который вовремя не пролечен, особенно женщин старшего возраста. Это те, которые находятся вокруг климактерического синдрома или те, которые уже находятся в переменопаузальном, красивое слово, но на самом деле в климактерическом периоде. Вот. Вот если у них возникают полипы, то там вероятность получить злокачественные полипы выше. То есть правильно я вот тут опять же понимаю, что в любом возрасте... Вот вы говорили, да, что помолодели полипы, молодых, я так понимаю, девушек появляются, что даже когда заканчивается уже вот этот вот возраст... Репродуктивность. Да, я тоже ищу, как уже врач, какие-то красивые слова, да. Ну, все мы всё понимаем. То есть женщины уже, ну, заканчивают тему рождения детей, а всё равно полипы уже никогда не денутся, то есть нужно проверяться уже до конца... Совершенно верно. Совершенно верно. То есть надо приходить к гинекологу? Кому приходить, чтобы подняться? Конечно, если мы говорим про полипы эндометрия, то это, конечно, гинеколог. Он обнаружит? Это даже не обсуждается, да. Каждые полгода надо приходить на осмотр к гинекологу, вот, и желательно выполнять дополнительные методы диагностики, такие как УЗИ органов малого таза, тоже такой рутинный исследователь. А тоже показывают, да, УЗИ? Только на нём можно обнаружить то, что внутри. Это понятно. И заподозрить, и дообследовать, и обнаружить на УЗИ органов малого таза. Я так понимаю, я не знаю в данном случае, как у вас у специалиста, но есть ещё какие-то жировики, которые тоже иногда похожи на какие-то образования, да? Они будут большие, маленькие и так далее. Ну так я вам сейчас немножечко пошучу, потому что матка – орган мышечный. Так. Она так всё время работает. Помните, мы с вами разговаривали, что она и менструирует, и растягивается на рост беременности, и потом она сокращается, и всё время она в работе, да, ей не до жиру. Вот и жировиков у неё как раз не бывает. Если мы говорим про жировики, то это подкожно-жировой слой, и это не наша тема сегодня. Ну, имеет место и это. Поэтому в этом смысле хотелось бы чуть-чуть про то, как себя полипы проявляют. Правда, это важно для женщин, важно. Ну, что удивительно, что на самом деле от 18 до 60, приблизительно 60%, полипов проходит без симптомов. То есть женщину ничего не волнует, ничего не беспокоит. И почему в этом плане так важны регулярные осмотры у врача? Потому что человека ничего не беспокоит, а полип есть. И какой он, и сколько он там находится, никто не знает. И поэтому, чтобы хотя бы иметь временные параметры, что полгода назад ничего не было, сейчас появилось, то есть мы понимаем, что мы имеем дело с недавней историей, и что мы везде успеваем помочь. То есть в этом смысле, да? А есть часть полипов, которые проявляют себя. Как проявляют? Женщина не усидит дома, потому что у неё начинаются аномальные маточные кровотечения, кровотечения между менструациями. То есть что-то непонятное происходит. Да, она вынуждена обратиться к врачу-гинекологу, и он начинает её обследовать, и выявляет, что там есть полип эндометрия, и оказывает ей помощь, и удаление полипа сразу приводит к остановке кровотечения. Ну, тут получается, что само тело ей помогает. Совершенно верно. Сигнальная система ярче, конечно. И ещё есть часть женщин, которые нас всегда очень интересуют, потому что это молодая группа женщин, это женщины репродуктивного возраста, они приходят с проблемой, что у них беременность не наступает. И начинают обследовать эту пациентку, делают её УЗИ, и выявляется, что у неё есть полип эндометрия, которая препятствует наступлению беременности. Ах, вот так, да! Да, и удаление полипа эндометрия... Решает проблему. Да, в два раза увеличивает естественные беременности в цикле. Вот это прекрасная, мне кажется, концовка для нашей программы, потому что, вот видите, мы начинали с малого, казалось бы, что там какой-то микрогрипп растёт, а на самом деле, смотрите, сколько проблем создаёт. Конечно. Спасибо огромное вам. Это была программа «Открытый диалог». Будьте здоровы! С вами был Николай Пивненко. Всего доброго! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова